Сейчас поставлю на запись. Ну что, привет всем. Меня зовут Ирик Хафизов. Я сегодня вам расскажу о том, что важно для мужского здоровья, особенно для ребят старше 30 лет, да, 30-35, тоже чуть постарше. И что такое велнос, как одно с другим связано и как это может друг другу помочь. Мужское здоровье как зависит от велос. Немного о себе. Меня зовут Ирик Хафизов. Я женат на этой прекрасной девушке, которая чуть позади меня идет. Мне 45 лет. У меня четверо детей и у меня доход больше 10 тысяч долларов в месяц. Что важно для мужчин? Для меня, для моих друзей, да, с кем я общаюсь, на первом месте, наверное, на сегодняшний день все-таки это деньги. Почему? Потому что на мужчинах, в отличие от 90-х годов, когда они эту ответственность перекинули в основном на женщин, ну, большинство мужчин, и полезли в бутылку, да, чтобы женщины тогда челночили, таскали и вытаскивали всю нашу страну. На сегодняшний день, мне кажется, вот это уже нормально. Мужики работают, уже совсем другое поколение выросло. На первом месте все-таки деньги, потому что на втором семья. Семью надо обеспечивать. Поэтому очень много мужчин летают на север, зарабатывают. Очень много людей на двух работах работают. Люди рискуют, бизнесы открывают, чтобы обеспечить свою семью. У нормальных мужчин желание зарабатывать должно быть на первом месте, чтобы обеспечивать свою семью, чтобы заниматься тем, что тебе нравится. Рыбалка, хобби, еще что-то. Естественно, очень важен статус для мужчины. Чем старше, тем важнее это становится. И, наверное, на последнем месте это здоровье. На последнем месте здоровье. Почему-то мужчины, еще раз, вот они на это не обращают внимания. Только когда уже невозможно это избежать. У мужчин две болезни. Первая на букву Х. Она называется, не обращая внимания, само пройдет, да? Само пройдет. А второе на букву П. А по этому уже не лечится. Это уже не лечится. Поэтому в больницах в основном женщины, которые на 50%, например, лечат свои болезни, а на 50%, наверное, уже занимаются профилактикой. Женщины, они более ответственны, они, наверное, больше про детей своих думают и не занимаются процессом самоуничтожения. Мужчины больше, у них бредных привычек, это первое. И второе, у них безобразное отношение к своему здоровью. Нет этой культуры, особенно в нашем стране. Но в последнее время все больше и больше молодых людей начинает заниматься своим здоровьем. Я сейчас вам приведу важные цифры для любого мужчины. Особенно, когда уже возраст 30-35, то есть чуть постарше уже семья, уже дети, уже ответственность, уже работа, уже возраст года, нагрузки большие, стрессы испытывает этот мужчина. Вот это важные цифры, которые надо время от времени корректировать, проверять. Итак, индекс массы тела 25, он должен быть меньше 25. Если проще говоря, не должен быть лишний вес. Не должен быть лишний вес. Там какие-то схемы сложные не надо придумывать. Вот свой рост, например, ты метр 70 минус 100, ты должен весить где-то 70 килограмм. Вот очень просто. Если будешь вот так весить, у тебя будет индекс массы тела меньше 25. Почему это важно на сегодняшний день? Потому что вы знаете, что лишний вес за собой тащит огромное количество заболеваний. Особенно на мужчинах. У нас принято пить пиво в большом количестве, как и в Европе. И считается, что пиво это практически не алкоголь. Его можно пить литрами. И именно за счет этого у мужчин растут животы. Это вторая цифра. Меньше 94 сантиметров должна быть окружность талии у мужчин. Есть разные цифры. Там 95, 100, 102, 94 в последнее время начали говорить. То есть окружность талии должна быть меньше 1 метра. Вот так давайте возьмем. Меньше 100. Почему? Потому что вот пузики, вот эти красивые пивные пузики, это же не просто, да, еда там. Или это не кишки, набитые отходами производства. Это жир, который вот между органов вот это все накапливается. И в своем роде это какая-то большая опухоль получается. Именно большое количество скоплений вот этого внутреннего висцерального жира, именно поэтому живот выпячивает, а не из-за того, что там еда или там жидкость какая-то, да. Вот эта продуцирующая большая опухоль, она же очень сильно начинает влиять на организм. Она начинает отравлять организм и канцерогенными веществами, отсюда повышенный риск онкологических заболеваний. И с сахаром проблемы могут появиться с давлением, еще чем-то. Отравляется организм, токсичные вещества вырабатываются, да, не справляется уже нагрузка на очистительную систему, больше становится. Поэтому надо следить за тем, чтобы живот не рос. Понятно? Это вторая цифра. Четвертая цифра это 4. Это уровень ПСА. Это уровень, скажем так, как правильно выразиться, это такая штука, которая делает жидким сперму, чтобы она могла выходить. И если это цифра 4 и больше, то там увеличивается риск рака простаты. Ну, если проще говоря, это онкомаркер рака простаты. В нашей стране рак простаты у мужчин стоит на первом месте, на первом месте по заболеваемости. Потому что там у каждого второго практически хронический простатит. Еще мужчины не ходят к урологам. Женщины ходят к гинекологам, проверяются, потому что рожают, да, заставляют их диспансеризация. А мужчины не ходят к урологам, там, специалистам, они считают, ну что, не болеют же, да. Когда, как это называется, беспорядочных половых связей не было, чего ходить к урологу, проверяться, зачем анализ сдавать. Вот анализ надо сдавать каждые полгода или хотя бы раз в год на уровень ПСА. Если он меньше 4, то это нормальный уровень. Если больше 4, уже надо срочное лечение, дополнительные проверки. Потому что, еще раз, это повышенный риск рака предстательной железы, рака простаты. Следующее давление, ну это уже все знают, 120 на 80, это давление космонавтов, да. Вот у меня, например, 120 на 80, я прекрасно себя чувствую. Если у вас повышенное давление за 135 уже идет, за 135, да, 85-90, за 135, опять-таки надо смотреть за давлением, это очень опасно. Если раньше от инсультов, инфарктов люди умирали в 70 лет, в 80 лет, там, в 60 лет, да, там, инсульты, инфаркты, именно повышенное давление к этому толкают люди. Повышенный вес, повышенное давление. То сейчас молодые ребята в 30, 35, 40 уже умирают от инсультов, инфарктов. Это все сердечно-сосудистые заболевания, это последствия, вот, как раз-таки, гибертонии повышенного давления, когда... Лишний вес, когда живот растет, когда холестерин, да. Я пропустил здесь интересные такие слова, как тестостерон 15-30. Это количество мужского полового, вот этого гормона, самого главного гормона для мужчин. Он должен быть возрастом, давайте возьмем, там, старше 30 до 50, от 15 до 30. То есть это норма. Естественно, если 15, это уже маловато, маловато, надо смотреть. Потому что, ну, например, смотрите, что влияет, что влияет на уровень тестостерона? Что влияет на уровень тестостерона? Я даже, знаете, писал, чтобы... Ладно, не буду я сейчас это все вот смотреть, вам рассказывать, да. Не буду смотреть. Ну, давайте так. Уменьшение потребления гормонов. Вот люди думают, я, например, не ем гормоны, никакие. Ну, как не ешь? Если ты ешь мясо, а мясо, вот, например, та же самая курица, да. Они говорят, вот, курицу в магазине покупают диетическое, да. Ребята, какая же она диетическая, если там все на гормонах? Говядина на гормонах, свинина на гормонах, курица на гормонах, индейка на гормонах. Поэтому я в магазине вообще не покупаю мясо и птицу. Я это все беру в деревне, где, например, люди выращивают сами, где кормят чистым зерном, где кормят травой, где кормят сеном, да. То есть, где не дают гормональные добавки для того, чтобы не болели, для того, чтобы быстрее наращивался вес. Я покупаю в деревне и вам рекомендую. Без мяса нельзя, да. Та же самая рыба, например, она же тоже, вот, и семга, и форель, вот эта красная. Это же все равно, что на ферме выращены тоже с помощью антибиотиков, с помощью гормонов. Поэтому желательно употреблять чистые белки. Это уже маленький заброс на велнос. Велнос – это чистые белки без гормонов. На тестостерон пониженный влияет зажатое белье. Многие носят очень такие, но все знают, нормальные мужики знают, что надо ходить в семейных трусах для того, чтобы хороший уровень тестостерона был. Ну и очень важно, знаете, секс, вот так скажем. Сексом надо заниматься. Хотел как-то вот поинтереснее, по-культурнее это все сказать. Сексом надо заниматься. Про тестостерон сказал. 5,6-7 – это уровень глюкозы в крови натощак, уровень сахара, потому что это вот показатели за пределами, если выше 7. Вы можете сдать, увидите больше 7, это значит, что у вас уже сахарный диабет второго типа будет развиваться. Надо за этим смотреть. Ну и 2,5-5 – это холестерин. Вот здесь и хороший, и плохой триглицериды, все вместе, да. Но вот что в целом вот этот холестерин, потому что везде про него говорят, он на многое влияет. И в основном он влияет на риск как раз сердечно-сосудистых заболеваний. Если очень много жирного есть, если алкоголь увеличивает количество холестерина, жирная пища, мясо жирное, вот это все его увеличивает, надо стараться меньше-меньше это все принимать. Есть важные еще вещи, вот некоторые лекарства повышают холестерин, тоже за этим надо смотреть. Некоторые лекарства, надо читать аннотации. Если вот у вас высокий уровень холестерина, надо проверить в первую очередь те лекарства, которые вы пьете. Некоторые лекарства вот побочным эффектом несут с собой повышение уровня холестерина. Еще важно, снижайте вот эти перекусы, нездоровые перекусы по сфу, да, Макдональдс и всякие подобные безобразия. Вроде бы вкусно, вроде бы быстро, но именно вот такая еда постепенно, это же не за один раз получается, постепенно увеличивает уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Очень важно гулять, свежий воздух, вода, ну и курение. Еще важно, и кофе тоже, кстати, повышает уровень холестерина. Считают, что это полезный продукт в нашем регионе. Я считаю, что вот там где-то-то на Южной Америке, где он растет, то он там для них может быть полезен. В нашем регионе какая может быть от него польза. Итак, это важные цифры для здоровья каждого мужчины. Я рекомендую каждой женщине, замужней или матери, у которых есть сыновья, да, отцы, вот проверяйте эти цифры, прямо за скриньте, сфотографируйте и сходите. Это на самом деле недорого стоит. Сейчас есть бесплатный способ сдачи анализов, если просто пойти к терапевту и просто сдать общий анализ вот этих всех важных врачей. Поэтому я рекомендую всем хотя бы раз в год, я сейчас про мужчин говорю, быть у уролога, у эндокринолога, кардиолога, сдать анализы и чтобы это все терапевт, желательно грамотно, это все вместе соединил. То есть уролог он свое, эндокринолог он свое, кардиолог он свое, это три разных врача, три разных системы. В нашей стране, к сожалению, помните Доктор Хаус, да, хороший такой сериал, это вот диагносты. У нас нет в нашей стране таких докторов, диагностов, которые бы по разным-разным-разным анализам и специалистам, данных специалистов давали бы хороший такой диагноз. Ну, по причине того, что терапевтам просто физически времени не хватает разобраться во всем этом, там очень мало времени и их вообще врачей не хватает. И даже в платных клиниках тоже не успевают они вас совсем разобраться. Поэтому надо вот постепенно, я в 45 лет проходил, мне Альбина подарила полный курс такой, всех-всех-всех врачей, все-все-все анализы. И потом вот здесь только я узнал, что такие серьезные вещи есть, да, и я для себя выбрал, что вот один раз в год для меня очень важно уролог, эндокринолог, кардиолог, чтобы сдать все анализы. И чтобы потом терапевт это все посмотрел, соединил и сказал, так, и ты молодец, или тебе немножко надо, например, какие-то лекарства попить, потому что нельзя заниматься самолечением. Помните, там, ужасные такие ролики, там, огурчик вместо геморроя, главное не снимайте с грядки, еще какие-то, еще что-то. Огромное количество таких псевдолечений есть, да, от псевдоспециалистов. Я считаю, что сейчас все-таки медицина уже 21 века, поэтому в первую очередь к врачам. Но врачи назначают не только лечение, но и профилактику. Если нет заболеваний, в любом случае есть предрасположенность генетическая, есть предрасположенность семейная. Если в семье люди, предки умирают рано очень от каких-то заболеваний, то у вас тоже предрасположенность есть генетическая. Конечно, образ жизни тоже очень сильно влияет, но тем не менее, врачи назначают лекарства. Нельзя пренебрегать, пренебрегать на втором месте по важности, наверное, режим. Все-таки они назначают, чтобы вы высыпались. Помните, постоянный недосып, постоянный недосып ведет к стрессам, стрессы ведут к очень серьезным заболеваниям. Поэтому хотя бы часов 6-7 мужчин должен спать, молодой человек. Обязательно питание корректировать надо. Есть семьи, в которых уже правильно питаются. Вот молодцы такие, уже правильное питание. Но большинство семей неправильно питается. Эта тема очень интересная, про это очень много можно говорить. Но даже отдельные вебинары у нас есть, вот именно чисто велмосовские, а не просто на мужчин ориентированное. Про курение и алкоголь я уже даже говорить не буду. Курение это 100% надо отказываться, потому что это ведет к раку легких. В любом случае и появляется таким канцерогенным, воздействующим постоянно вредной привычке на наш организм. Ну и алкоголь, я думаю, будет хорошо, если отказаться. Но если иногда и по чуть-чуть, я думаю, ничего страшного. А то у меня мужчины совсем заклюются и скажут, и не курить, и не пить, и здорово умереть. Здоровые люди не умирают, здоровые люди очень долго живут. Поэтому в маленьких дозах алкоголь, я думаю, ничего страшного в этом нет. А вот курение это очень опасно. Ну и физическая активность. Многие как пересели в машины, знаете, вот сейчас говорят, вот у нас дедушки, отец, там они долго ходят, он прекрасно себя чувствует, у меня генетика хорошая. Я говорю, слушай, генетика может быть и хорошая, но они всю жизнь пешком ходили, всю жизнь физическим трудом занимались, на свежем воздухе были. То есть очень была большая физическая активность. Сейчас ребята сели в 20 лет за руль, да, пешком практически не ходят. Ну, за исключением тех, кто спортзал. Поэтому больше ходить, больше заниматься спортом, больше работать именно в физическом плане. Лечение и профилактика. Теперь про wellness. Что такое wellness? Wellness это категория такая продуктов, которую выпускает компания Reflame. Продукты этой пришли из высокой медицины, из медицины, ну, дальше про это расскажу, давайте не будем забегать вперед. Институт питания Российской Академии Медицинских Наук признал наши коктейли, наши wellness корректором питания. Поэтому я считаю, что его нужно употреблять при назначении врачом диеты. Любой врач при лечении назначает диету, сопутствующую лечению основных мужских заболеваний. И для профилактики этих же заболеваний. То есть, вот у меня тема же была, мужское здоровье и wellness. Я считаю, что если пить wellness pack и коктейль, хотя бы одну порцию коктейля в день и один wellness pack, то мощная, мощная защита будет от серьезных мужских заболеваний. От простатита, от инфаркта, от инсульта, от диабета, от рака. Ребята, это очень серьезно, это очень серьезно. Этим надо заниматься. Этим надо заниматься. Смотрите, то, что я говорю, хотя бы один раз в день. Один wellness pack, это вот такое саше. Там четыре капсулки. Одна мультивитаминная капсулка, две капсулки омега-3 и одна черненькая капсула. Это антиоксидант астаксантин. Посмотрите, вот одна порция коктейля в стаканчике, да, 150-200 грамм, это одна порция коктейля. Вот в сумме, какой завтрак они дают. Вы можете завтракать, вы можете как перекус использовать, но посмотрите, какой красивый стол. Ну, например, смотрите, железо в этом завтраке, wellness завтрак или wellness перекус, столько, сколько в 230 граммах кураги. Витамина D, как будто вы съели 200 граммов грибов. Витамина B6, как будто два банана съели. Меди, как в 180 граммах миндаля. Белка, чистого белка, как в одном яйце. Как в одном яйце. Не всегда же вы с собой можете в кармане яйцо таскать, друзья мои, вареное, чтобы его съесть, да. Марганцы, как в полкилограмме клубники вот съели. Магния, как в 100 граммах шпината. Это один из самых полезных продуктов для нашего региона. Фолиевой кислоты, как в 4 полкилограмма красной капусты. Ну и самое интересное, наверное, вот для мужчин есть такая штука. Я вот здесь вот сейчас его найду. Цинк, да, как 2 килограмма свеклы. 2 килограмма свеклы. Ну вот столько же не съешь, а вот один саше или одно саше, как правильно будет, с витаминами и один коктейль делает такую чудесную помощь нашему организму. И клетчатки, и витаминов, и белки, и сложные углеводы, что ты долго чувствуешь, знаете, сытость. И главное, это полезно. И это предохраняет нас от серьезных заболеваний. В витаминах, вот они, велнос-витамины, они есть женские, есть мужские, в мужском велнос-пеке мужской витамин. Там повышенное содержание селена, а это самая главная профилактика рака простаты. Самая главная профилактика. Это селен. Омега-3, 2 капсулы, это суточная норма, 0,33 грамма чистого омега-3. Для того, чтобы у нас сосуды хорошие были, чтобы мозг хорошо работал, чтобы сердце было защищено. Это лучше на сегодняшний день профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Есть шведский бьюти-комплекс, это астаксантин. Это астаксантин. Сейчас, секунду. У меня дети прибежали, дверь открыли, телевизор включили. Астаксантин. Это уникальный препарат, который в аптеках не продается. Там, во-первых, жирорастворимый антиоксидант. Он считается самым сильным. Он где-то в тысячу раз сильнее витамина С. Сильнейшая защита вообще от онкологических заболеваний. Сильнейший. Это самый сильный антиоксидант. И причем у него преимущество, самое главное, он не становится проактивным. То есть, если слишком много есть витамина С, там, огромными дозировками, да, огромными, то он может, наоборот, навредить. Вот единственный антиоксидант, который имеет две свободные связи, и он не может стать проактивным, так скажем, он не может нанести вред организму, это астоксантин. Поэтому его называют король антиоксидантов. Самый классный, самый сильный, самый мощный и самый безопасный. Это красное такое вещество, которое содержится в красной рыбе, да, вот красный свет красной рыбы, это вот это вещество антиоксидант астоксантин. Туда же еще добавили экстракт черники. Это уже водорастворимый антиоксидант. Он очень хорошо влияет и на зрение, и на сердечно-сосудистую систему. В общем, вот это вот мощная, мощная штука. Многие люди, которые разбираются, вы можете врачам показать. Можно отдельно его, конечно, купить, да, но я считаю, что он в комплексе намного эффективнее работает. Относительно коктейля. Что это такое, откуда взялось? Вот это фотография профессора Стикстена. Я вам говорил же, Веллнес пришел из высокой медицины. Это профессор, шведский профессор, который провел около 500 операций по пересадке сердца и пересадке легких. То есть это трансплантология. И причем чем он знаменит на весь мир? Ну, во-первых, он придумал аппарат по искусственной, как называется, компрессии сердца. То есть у нас руками, например, делают так, искусственное дыхание. А в Швеции и уже в Америке, в Европе пользуются аппаратом Стикстена. Если сердце останавливается, одевают такую штуку на грудную клетку, здесь присоска, и она, наоборот, вытягивает сердце. Из-за него пришлось переписывать медицинские справочники, как, например, первую помощь оказывать. Если рядом есть аппарат Стикстена, намного эффективнее с помощью него запускать остановку сердца. То есть вот это его изобретение на весь мир знаменитое. И второе, он знаменит на весь мир тем, что делает пересадку сердца и пересадку легких людям старше 70 лет. Таких профессоров, наверное, 5 человек на всю нашу планету. Один в Китае, по-моему, один в Германии, один в Швеции, один в Америке, один, по-моему, в Израиле, если не ошибаюсь. То есть это очень серьезный врач, серьезный доктор. И Wellness он придумал и для Reflame, и для нас с вами. Он для своих пациентов придумал, чтобы они доживали, пока донорский орган появится. Это же пока еще не научились печатать в 2045 году, только примерно по прогнозам начнут печатать органы в каждой больнице. А пока что надо ждать, когда появится донорский орган. И многие просто не доживают. У кого проблемы с легкими, они не могут дышать. Сердце, сами прекрасно понимаете. Вот Stixten для них создало это питание. И после операции, как для восстановления, уже через час после пересадки сердца, через зонт заливают первую порцию коктейля. Они его называют запуск сердца. Там в Швеции. Я был в этом центре, в этом медицинском центре. Это Унский университет отделения кардиокатракторной хирургии. Профессор, заведующий отделением. К нему ездят учиться и немцы, и японцы, и американцы. Вот узнать, как он делает такие чудесные операции. Он специально придумал этот коктейль. Он с низким гликевическим индексом. То есть его можно и для диабетиков. Он не содержит искусственные красители, или искусственные ароматизаторы, или какие-то искусственные консерванты, глюте. Только натуральные. Поэтому он называется Natural Balance. На сегодняшний день на российском рынке много разных коктейлей, разных компаний. Там и Гербалайк, и МВ, и остальные, и НЖД. Что только они предлагают. Но никто из них не может сказать, что у них он натуральный 100%. Вот этот 100% натуральный, безопасный коктейль. И там чистые белки, друзья. Поэтому хотя бы один раз в день. Это то, что нам подарила высокая медицина. Итак, здоровье мужчины. На нее влияет генетика, среда обитания и образ жизни. Образ жизни. На генетику мы с вами повлиять не можем, какая нам досталась. Но какую мы своим детям будем передавать, мы повлиять можем своим образом жизни, друзья мои. То есть какие у меня будут дети, какие у меня будут внуки, зависят от меня до того, как я зачал ребенка, как мы его родили. Поэтому уже с молодого возраста молодые парни должны иметь меньше вредных привычек. Стараться правильно питаться. Вести здоровый образ жизни, активную физическую активность, умственную активность. Витамины обязательно, мультивитамины, минералы, антиоксиданты, омега-3 надо принимать. Я вашему сыну даже если сейчас 15-16 лет, купите ему wellness pack и коктейль. Если мужчина сейчас или молодой человек меня слушает, да, парень молодой, я рекомендую, я бы сейчас, конечно, вернулся назад бы, да, 20 лет, 18 лет меньше пил бы и курил бы, потому что я курил 20 лет и вот не курю последние, наверное, 5 лет я бросил курить. И я бы не курил, я бы меньше пил и я бы пил витамины и желательно следить за белком. Поэтому я вас призываю следить за своим здоровьем, вовремя обращаться к врачам и на ранних стадиях какие-то заболевания их приостанавливать, их лечить. А еще лучше просто заниматься протилактикой своего мужского здоровья с помощью здорового образа жизни, с помощью правильного питания, с помощью витаминов, антиоксидантов, омега-3, которые есть вот в серии wellness, с помощью коктейля. Многие спрашивают, а сколько это стоит? Вау, скоро удивляются. И говорю, слушай, когда ты каждый день покупаешь пачку сигарет за 100 рублей, ты не думаешь, что за месяц это 3000, да, за месяц 3000. Когда покупаешь бутылку водки, например, за 300 или за 500 рублей, ты не думаешь, во сколько это выливается за месяц. Не каждый день же хотя бы, раз в неделю, кто-то два раза в неделю. То есть мы привыкли с вами не обращать внимания на те вещи, которые очень часто делаем. Но когда нам что-то надо серьезное вот купить, когда уже прибило, да, любые деньги готов ты отдать, чтобы вот излечиться. Поэтому я рекомендую, потому что wellness, если перевести его, сколько он стоит за один день, вот во сколько обходится в один день, он будет обходиться дешевле, например, сигарет даже. Дешевле, нормально, хороших, качественных сигарет. Там 100 с чем-то рублей в день. И получается за месяц там 3-4 тысячи. Дорого, недорого это вам решать. Я решил для себя, что я буду этим пользоваться. И спокойно могу каждому это рекомендовать. Так что здоровья вам, успехов, чтобы все было хорошо в семье. Итак, с вами был Ильх Хафизов с темой мужское здоровье и wellness. Как сделать так, чтобы мы с вами были здоровы, любили, были ответственны за свою семью, прожили долгую, счастливую, качественную жизнь. Как мужики говорят, чтобы все стояло и деньги были. Всего хорошего. Всем спасибо. Пока.